I'd like to share, first of all, what faith is, и хотелось бы начать с того, что же такое вера, according to the Bible, of course, что такое вера с точки зрения Библии. If we open Hebrews 11.1, we can read that faith is the substance of things hoped for, that is in King James Version, the evidence of things not seen. And if we read in the NIV, it is, now faith is confidence in what we hope for, and assurance about what we do not see. В русском переводе мы читаем в Евреям 11 глава 1 текст, что вера – это осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. В русском языке, когда мы говорим об осуществлении ожидаемого, в английском языке перевод слова можно ввести как совокупность или естество ожидаемого, существование. Of course, both translations have their own merit and place to be. Любой вариант перевода есть определенные аспекты, которые… Додосовенные аспекты перевода. And let's take a look at what we can grab from these verses. И давайте посмотрим, что мы можем понять и принять из этих текстов. Things hoped for. I think the word hope is also mentioned in the Russian translation. Да, вещи, которые мы ожидаем. Также можно перевести в английском переводе – это вещи, на которые мы надеемся. So, it's related in English. I read from two different translations. The word hope is still there. It cannot be removed. Да. А те вещи, которые мы ожидаем, мы надеемся, что не будут, и без надежды здесь мы не обойдемся никак. So, faith is connected to hope. Итак, вера у нас очень сильно связана с надеждой. Hope is an emotion. И надежда – это эмоция. And it's a good emotion. It's a beautiful emotion. И это хорошая положительная эмоция. Особо, особенно это положительная вещь в трудные времена. Порой нам действительно сложно четко осознать и охватиться за мысли, что же такое вера. Мы не можем увидеть веру нашими глазами. Но мы можем видеть последствия веры. Hope in this verse kind of connected to something that we already feel sometimes. As far as, maybe it's just my opinion, but I think that we are more sure that we experience hope than faith. We are more sure that we experience more hope than faith. Надежда, о которой мы читаем в этом стихе, которая здесь упоминается. Это вот эмоция. И в каком-то смысле мы больше уверены в надежде, которая у нас есть, чем в вере. Something about faith has been washed out by many christian preachers that just believe in something, it doesn't matter what. So, faith has been so overused. And in my opinion, hope is something that we can connect to easier. That's why I try to connect faith to hope. Порой понятие вера в христианских кругах может быть немножко упрощено, когда, ну, проповедник может сказать с кафедра. Просто верь в определенную вещь и все. И поэтому хотелось бы привязать к понятию веры также понятие надежды, потому что, как мне кажется, надежда – это что-то нам ближе и понятнее. И еще один аспект, которого я хотел связать с верой – это запах. Представьте, кто-то, кого вы любите, закрывает вам глаза, завязывает повязку какую-нибудь. А потом приносит нечто, что очень приятно пахнет. И задает вам вопрос – угадай, что я такое принес? И по запаху вы можете определить, что это замечательный букет роз. Вы не видите роз, но вы знаете, что они есть. Это как раз и есть уверенность в невидимом. Может быть, вы думаете, что эта метафора слишком далеко зашла. Но, может быть, вы видели ортодокс-присты или католики, которые ходят в церковь, в церковь, которые ходят по помещению, и у них курица ладан. Как там запах? Хороший? Приятный? Да, приятный запах. И ладан всегда считался очень приятным запахом. И так же он считается символом молитвы. Если мы рассмотрим вам святилище в Иерусалиме, то там был алтарь курения. И это из-за этого алтаря курения, который приятный запах разносился по всему храму, который, в том числе и был перед ковчегом, это было символом того, как молитвы людей поднимаются к небу и приходят к Господу. Если вдруг так получилось, что вы не совсем уверены, что же такое вера, это немножко абстрактная вещь, которую сложно ухватить и осознать, то можно представить это как замечательный запах надежды который находится в храме вашего разума и это приводит вас к желанию молиться. Давайте, если есть возможность, откройте, пожалуйста, Матфея. Иисус предлагает человеку, сотнику, прийти к нему в дом. Просто держите это, запомните этот момент. Пропускаем пару стихов. Вы наверняка помните эту историю, где сотник сказал, Иисус, тебе нет нужды идти в мой дом. Просто сказав слово, этого будет достаточно. Чудо произойдет. И в 10 тексте мы читаем. Услышав это, Иисус удивился и сказал идущим за ним, Истинно говорю вам, в Израиле не нашел я такой веры. Этот человек не видел раньше Иисуса, возможно, услышал о нем. И здесь он демонстрирует свою мощную веру, показав, что слова этого человека уже достаточно. Нет необходимости Иисусу приходить в его дом, обязательно касаться, слуги. Слова вполне достаточно. Давайте запомним этот момент. Давайте посмотрим теперь на другую историю, на которой мы сдержим больше внимания в нашей проповеди. Мы сейчас поговорим об Иаире. Откройте, пожалуйста, восьмую главу Евангелия от Луки. Было бы очень приятно, если бы следовали за текстами с нами. Лука, восьмая глава, сорок первый текст. И вот пришел человек именем Иаир, который был начальником синагоги. Это происходит после того, как Иисус вернулся с территории, известной как Дестиградия. Он пересек Генисарецкое озеро, вышел из лодки, народ столпился вокруг него. И вот человек, начальник синагоги, приходит к нему, и мы читаем, продолжаем в сорок первом стихе, что он пал к ногам Иисуса. Вы знаете, в то время, если вы не знаете Библию, то тогда, чтобы святые в синагогах, чтобы спрятаться так, перед Иисусом, когда Иисус считается, как рабочим учеником, это огромный риск для их имени. Если вы знакомы с историей библейской ситуации, которая происходила, на тот момент начальнику синагоги пасть перед Иисусом, который считался каким-то учителем странных вещей, это был для него очень большой риск. И мы продолжаем чтение. И Иер просил его войти к нему в дом. Да, здесь мы видим, как человек приглашает Иисуса к себе в дом. Если вы вспомните предыдущую ситуацию, Иисус сам предложил прийти в дом к сотнику, сотник от этого вежливо отказался. Конечно же, это неплохая вещь, когда вы приглашаете Иисуса к себе в дом. И мы уже видим, что Иер демонстрирует свою веру хотя бы тем фактом, что он перед лицом многих людей склоняется перед Иисусом. И естественно, мы понимаем, почему это сделал. У него 12-летняя дочь, которая находится при смерти. В 42-м тексте мы читаем, потому что у Иеры была одна дочь, лет 12, и та была при смерти. Да, и после того, как он попросил Иисуса прийти к нему, они шли, народ поражал толпиться вокруг них. И они шли в дом Иера. По пути туда еще одно чудо произошло. Давайте прочитаем 47-й и 48-й текст. Вы помните ситуацию, где у женщин 12 лет были проблемы с кровотечением, и она исцелилась. Да, в 42-м тексте мы читаем, что женщина, видя, что она не таилась, с трепетом подошла и пала перед Иисусом. И вот здесь важная вещь. Она объявила Иисусу пред всем народом, по какой причине прикоснулась к Нему. И как она тотчас исцелилась. Важно здесь это для нас, потому что мы видим в тексте Библии, читаем то, что все люди знали, в чем была причина и какого был результат. Это чудо, оно было, видимо, всеми, в том числе и Иаиром. И Иаир, когда он видел это чудо, его вера, она в каком-то смысле увеличилась, потому что вот, да, я слышал про человека, который творит чудеса, и действительно, вот, он сделал чудо. То есть я действительно, я пал перед нужным человеком, я не сделал ошибку. Потому что почему, если бы то, что произошло неправдой, было бы неправдой, почему бы женщина всем рассказывала о своей такой проблеме? Итак, вера и Ира была действительно очень сильно увеличена в этот момент. И затем мы читаем в 48-м тексте. Иисус продолжает. Иисус сказал женщине, Дерзай, дочь, вера твоя спасла тебя, иди с миром. Мы продолжаем чтение в 49-м тексте. Я попросил вас читать в Луке 49. Я буду читать Марк 5, 35. Я бы хотел, чтобы вы увидели, как два текста говорят, в принципе, одну и ту же вещь. Когда он еще говорил это, приходят от начальника синагоги и говорят, Дочь твоя умерла. Что еще утруждаешь, учителя? Если вы читали 8-ю главу Луки 49-й текст, то вы видели, что последние слова были «Не утруждай, учителя». Ужасная ситуация. Иисус только что обращается к женщине и сказал, «Иди с миром». И он слышит в этот момент, за ним что-то говорят. «Вся твоя надежда исчезла». Почему ты все еще надеешься? Не утруждай, учителя. И Иисус слышит эти вещи, в то время, как он обращается к женщине и говорит, «Иди с миром». И Иисус не хочет составлять этого человека самого по себе с чувством глубочайшего горя. И здесь мы видим характер Христа. И мы можем прочитать 50-й текст в Евангелии Луки. В Марке же используется слово «Тотчас же». И вот что происходит. Он обращается к женщине и говорит, «Иди с миром». Сразу же разворачивайся, обращается к Иаиру. И говорит ему, «Не бойся». Или, «Не бойся». Или, «Не бойся». Я парапфрисую. Иисус слышал. И, как он слышал, он ответил ему, сказав, «Не бойся». Вот Иисус, обращаясь к женщине, слышая эти слова, сразу же разворачивается и говорит Иеру, «Не бойся». «Берей только верой». И она будет спасена. Бог наш очень велик, потому что в ситуации, когда мы находим себя в горе, Он нас не оставляет ни на миллисекунду. Сразу же Он посылает своих ангелов, чтобы они обратились к тебе с правильными словами, чтобы у тебя было правильное восприятие, чтобы у тебя была надежда. Вы получили плохие новости, сразу же вы слышите слова, «Не бойся». Это наш Бог. Это наш Бог. Не на секунду Он вас не оставляет. Люди продолжали путешествие к дому Иеры, и мы читаем в 53-м тексте «Интересная вещь». Люди смеялись над Иисусом, зная, что девица умерла. Это не очень не тактичное действие. Но давайте откроем теперь Евангелие от Марка, 6 главу, 5 текст. И давайте сравним, у нас есть две ситуации, где люди проявляли маловерие. Сравним ситуацию в Луке, 8 глава, 53 текст, и Марка, 6 глава, 5 текст. В Евангелие от Марка мы читаем, 6 глава, 5 текст, «Иисус не мог совершить там никакого чуда». Что? Никакого чуда? Только на немногих мы читаем больных, возложив руки, Он исцелил их. Иисус исцелял целые деревни, Он мог это за момент сделать. Большие группы людей на них были обращены в его чудеса, мы читаем в таких вещах в Библии. А помним мы то время, когда Он почти не мог делать чудеса? Это Иисус, мы говорим про Него, Сын Божий. Он не мог чудеса делать, кроме некоторых небольших. А вы знаете, почему так получилось? Иисус дивился не верю их. Почему же они не верили? Почему их не верили настолько сильно, что они ограничивают силу Божию творить чудеса? Я не буду читать из Библии, я немножко перескажу. Просто люди говорили, мы, по-моему, выросли с этим парнем. Почему люди говорят, что Он какие-то чудеса совершает? Мы его знаем. Это очень опасная позиция. Люди легко умирают. Они говорят, о, мы знаем, кто Иисус. Да, мы Иисуса знаем, мы знаем, кто Он. Люди говорят, Господи, Господи. А Господь отвечает им, я Вас не знаю. Потому что они не знают Его характер. You see, in the previous story of Jairus, the people who laughed at Him, they didn't really know Him since He was a kid, you know. В истории про Иаира, люди, которые насмехались над Иисусом, они Его с детства не знали. They laughed probably because they were in stress of... The stress, you know. It's the daughter of their friend or someone they know died. And here is something that is out of... You know, like, it's almost disrespectful, maybe, to some people who say, I've come to heal your daughter when she's already dead, you know. Возможно, люди смеялись. Это было даже выражение какого-то стресса. Потому что только что умерла дочь, либо их близкого друга, либо это люди из одной семьи. И вот человек идет, говорит, не знаю, не бойся, только веру, я исцелю твою дочь. Она уже мертва. И, возможно, они это воспринимали как какое-то весьма нетактичное обращение со стороны Иисуса. So people probably laughed because they were sad, you know, because they were stressed, because this is too radical to say something like that. И вот из-за этого, из-за горя, из-за стресса, возможно, люди смеялись, потому что слова действительно Иисуса, они были радикальны. Jesus still performed a miracle. И Иисус, несмотря на это, чудо совершил. Ему пришлось, правда, избавиться от всех людей, он только избранных с собой взял, чтобы их рядом не было в момент совершения чудо. Но это их реакция не остановила чудо. А что остановило чудеса, когда он пришел в свой родной дом, в свой родной город, вот там это произошло. И он не мог совершать чудеса, потому что люди, которые думали, что они знают Его, они не могли изменить свое восприятие Иисуса. Они боялись изменить свое восприятие, они боялись поверить. Потому что если бы они поверили, оказалось бы, что всю свою жизнь они жили рядом с могущественнейшим личностью. И это была одна из проблем Иудейской нации. Они упустили, не увидели Христа. До сих пор думают, что Он просто пророк, неплохой учитель, мусульмане положительно к Иисусу относятся в этом смысле. Но не хотят люди поверить в Него. Не хотят поверить, что Он тот самый избранник. И это неверие и есть та преграда для любого чуда. И вот почему мы читаем в 6 тексте 6 главы Марка, что Иисус удивился неверию людей. Давайте откроем 9 главу Марка, 24 текст. В Марке, 29 главе, мы видим еще одну историю отца. И этому отцу тоже требуется чудо для своего ребенка. И мы читаем, «И отец отрока воскликнулся слезами, «Веруй, Господи, помоги моему неверию». Этот человек просит о том, чтобы его вера улучшилась, увеличилась. И он выражает свое маловерие, озвучивает свое маловерие. И Иисус чудо совершает для него. Человек верит, но он также осознает, что не хватает силы его вере. И вот это вот его выражение, это было честное... Честное... Да, это был честный крик надежды на Бога. И Иисус не может оставить человека в ситуации, где ощущается вот этот приятнейший запах надежды. Этого достаточно. Достаточно для чуда. Да, позже Иисус сказал своим последним, что вы тоже будете творить чудеса. И мы читаем это в Евангелии от Иоанна, 14 главе, в 12 тексте. Я надеюсь, вы открыли этот стих также. Иоанн, 14, 12. Иоанн, 14, 12. Я читаю. Иоанн, 14, 12 говорит нам слова Иисуса. Истинно, истинно говорю вам, верующий в меня, дела, которые творю я, и он сотворит. И больше этих сотворит, потому что я к отцу моему иду. И я знаю, что иногда люди, особенно новые христиане, не так часто читают этот текст. И часто они осознают, что мы, как последователи Христа, мы будем совершать чудеса. Чудеса, которые больше тех чудес, которые Иисус творил. Поправьте меня, если я не прав, но именно так я читаю это в данном тексте. Он сотворит больше этих, потому что я, говорит Иисус, к отцу моему иду. Причина, по которой это будет, потому что Иисус сидел к своему отцу. Потому что ваш запах надежды, тот алтарь курения, ваши молитвы, которые поднимаются к Богу, они осуществляют, они воплощаются. Наша надежда осуществляется, потому что Иисус жил совершенной жизнью. И Он умер с совершенной смертью. Совершенно в контексте процесса нашего спасения. Он совершенно воскрес. Его отец принял его жертву. Иисус восходит к своему отцу, потому что мы читаем, что я к отцу моему иду. И Иисус говорит, делай чудеса и через этих, потому что они Мои. Потому что эти люди принимают то совершенство, которое я даю тебе. Они верят в это. Они надеются, что эта вещь существует. Они надеются, что Вселенная построена именно на таких вещах. Больше этого сотворит мечта. И возможно покажется, что я слишком много упора делаю на чудеса. Согласно моему исследованию... Мираклы, если вы изучаете достаточно много, вы можете объяснить, понимая, что энергия и материя связаны. Чудеса, если их внимательно рассмотреть, многие из них могут быть объяснены принципами, которые нам знакомы с физикой. Материя — это энергия, энергия — это материя. Так что какие-то вещи объяснить можно. Но есть две вещи, которые объяснить я не могу. Не просто я, но, насколько я знаю, никакой ученый даже не сможет это объяснить. Первый из них — это дар жизни. Мы видим это, в частности, в чуде, когда Лазарь был воскрешен. И это стопроцентное чудо, потому что мы знаем, что даже тело его уже разлагалось. И другое чудо, которое никак научно не может объяснено быть, это изменение сердца человека. Это человек, который приходит к Иисусу верой. Он оставляет позади все эти эгоистичные аспекты своей предыдущей жизни. И он становится лучшим человеком именно из-за влияния на его сердце. И вот это и является огромнейшим чудом без научного объяснения. И к такому чуду, именно про такое чудо я обычно и говорю. Когда мы читаем о том, что последователи Иисуса сотворят больше его дел. Иисус обратил миллионы людей. Я бы хотел призвать вас сделать больше того. Потому что он сказал, что это произойдет. Сила из самого величайшего источника силы, она нам дана. И так надейтесь. Не бойтесь. И вы почувствуете этот приятный запах в храме вашего разума. И это приведет к тому, что чудеса будут происходить. И это будет менять сердца людей вокруг вас. Они узнают о характере Иисуса от вас. И они влюбятся в Иисуса. И надежда, которая поддерживается этой любовью, надежда эта будет разрастаться, и она приведет их к вечной жизни. Давайте прочитаем теперь послание к Евреям 11 главе 6. Шестой теперь текст. Мы читаем, что без веры угодить Богу невозможно. Потому что надо, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть. И ищущим Его воздает. Две вещи здесь мы можем обратить внимание. Без веры Богу угодить невозможно. То есть без того осуществления ожидаем, без той уверенности в невидимом, мы не можем угодить Богу. И также здесь написано о том, что мы должны искать Бога, искать прилежно. И вот здесь мы видим еще одну характеристику Бога, которую я очень люблю. Он не требует от нас постоянно верить без каких-либо подтверждений. Я на 100% уверен, что у вас есть подтверждение вашей веры в жизнь. Если вы сейчас этого не видите, это потому, что вы не обратили внимания. Это ваша духовность и патана на данный момент. Люди иногда из мира думают, ой, христиане, они то ли фанатики, то ли просто наивные люди. Это не так. И не бойтесь показать обратное. Свидетельствуйте им о том, что Бог для вас сделал. Это абсолютный минимум, который вы можете предложить Богу за те чудеса, которые Он для вас сделал. И вот это ваши слова о опытах с Богом, это ваше свидетельство, оно может разбить лед в сердцах тех людей, которые вам не верят. Когда Давид попал к Саулу и сказал, что я буду с этим великаном бороться. Принес ли он какие-то свидетельства своей веры? Он сказал, что я и львов там разрывал, и с медведями боролся, когда защищал своих овец. Я имею в виду, что это практическое предложение. Пишите в те дни, которые вы чувствуете, что Бог помогал вам. Пишите в те дни, пишите в то, что случилось. Пишите в то, что происходит. Могу вам дать совет, который можно использовать в жизни, применять практический совет. Когда благословение происходит в вашей жизни, когда Господь совершает чудо в вашей жизни, записывайте это в журнале. Ставьте дату, время, описывайте, что произошло, как это произошло. И потом, позже, когда кто-то к вам придет и скажет, не утруждая учителя, открывайте свой журнал и читайте, не бойся. Правильно? Я имею в виду, что вы ожидаете, что Иисус в физической форме пришел к нам во время проблемы и сказал нам, не бойся. Это было бы замечательно. Я не говорю, что это не было бы плохо. Я бы с удовольствием такое услышал. Я бы с удовольствием услышал любые слова. Но так же приятно, когда есть возможность открыть собственный журнал, увидеть этот опыт и сказать, да, мне не нужно бояться. В Библии мы читаем ситуации, где Господь сам говорил своим людям, сделайте какой-нибудь памятник, каменный, там еще что-то, как свидетельство о событии, которое произошло в жизни. И это делается потому, что мы, люди, у нас дырок много в голове. Люди вокруг нас куча, которые говорят, не утруждай учителя, почему ты учителя утруждаешь? И тенденция человеческого сознания такая, что вы... Я потеряю мои слова здесь. Пишите свои ощущения, которые вы чувствуете в этом времени, потому что они очень важны. Потому что после того, как мы начинаем пытаться объяснить эти вещи научно. Когда вы записываете аспекты чудо, произошедшего в вашей жизни в журнале, записывайте также чувства, которые вы испытываете. Потому что просто факты. У нас есть тенденция, когда мы пытаемся объяснить это совпадением, либо еще какими-то вещами. И вот в том-то и дело, что если мы забываем свои предыдущие опыты, если мы их не записываем, не возвращаемся к ним, у нас будет очень слабая вера. И именно в этот момент Господь будет удивиться нашему неверию или маловерию. Закончу мыслью такой, что страх – это сигнал того, что у нас не хватает веры. Но я гарантирую, что какое-то количество веры у вас есть. Потому что если бы у вас не было надежды, если бы у вас не было веры вообще, вам и было бы уже все. Вы бы бросили все. Но сам тот факт, что вы еще дышите, что вас еще что-то беспокоит, говорит о том, что надежда в вас жива. Итак, осознайте, вот есть у нас страх, но так же есть надежда. Я не буду лгать, говорить, что страха нет вообще. И нужно нам найти путь уменьшить, избавиться от страха и увеличить нашу надежду, усилить ее. Помните, Господь вас ни на секунду не оставляет в одиночестве. Когда плохие новости приходят в тот же момент, Бог с вами говорит, не бойся. Давайте помолимся. Дорогой Небесный Отец Мы несовершенные творения Мы приходим к тебе и просим о милости Мы просим дать нам веру Вера, которая от тебя приходит И мы молим, пожалуйста, помоги нам помнить наши опыты Опыты с тобой, помоги нам делиться с окружающими этими опытами И помоги нам не бояться так делать Помоги нам избавиться от страха, чтобы мы могли верить Мы знаем, что эти вещи произойдут Потому что твоя жертва, твоя жизнь То, что ты просишь перед Отцом Эти вещи совершенны И ты даже сказал, что мы сделаем большие вещи, нежели ты делал Мы молим во имя Иисуса Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому